Война застала 17-летнего связиста Бориса Никитского на железнодорожном вокзале. Из громкоговорителей раздался голос Левитана и объявил о том, что немцы напали на территорию Советского Союза. И вот Борис, еще совсем мальчишка, прошел небольшую подготовку и спустя несколько месяцев уже оказался на полях сражений. Через два года он становится снайпером. Владимирская, Нижегородская, Ленинградская области. Это только часть его военной географии. Немало фронтовых троп было пройдено сержантом Борисом Никитским до мая 1945 года. День Победы встретил Баку, город Баку. И слезы, и все. Радость дождались победы. Мы и ждали победы. На груди у ветерана много орденов и медалей. Самые любимые получены за участие в Сталинградской битве и Ленинградском сражении. Здесь для Бориса Николаевича прошли наиболее тяжелые и напряженные дни. Во время войны он был ранен. Три осколка до сих пор в позвоночнике. Не обошлось биографии ветерана и без досадных ошибок. Когда он воевал, мать его получила поиску, что он среди погибших. Но он как бы вернулся живой. Но, к счастью, по поверью тех, кого хоронят заживо, долгожители. Совсем недавно Борис Никитский отпраздновал юбилей. 95 лет. 10 из них он живет в Видном. Накануне Дня Победы к ветерану с поздравлениями приехал первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков. Вы же наш герой. Человек, который фактически и в том числе со всеми нашими великими людьми ковали для нас победу. Поэтому и 73 года над нами мирное небо. Это все ваши заслуги. Спасибо вам большое за это. В тепло, непринужденной обстановке Борису Николаевичу вручили подарки. В адрес ветерана было произнесено много слов благодарности. Отдать должное поколению победителей – это жизненная необходимость. Долг для всех. Для каждого из нас, для молодого поколения, для будущего поколения мы должны еще раз не просто там в День Победы вспомнить, но и в дальнейшем продолжать эту работу, донеся и, что самое главное, поклонившись им, нашим героям, и всегда помнить в наших сердцах ту победу, которую они нам обеспечили 73 года назад. И тогда действительно знаменитые строчки «Никто не забыт, ничто не забыто» будут в полной мере воплощены в жизнь потомками победителей. Екатерина Коваренко, Владимир Бижонов и Ольга Садовская. Видное ТВ.